Нижегородская торпеда матчем в Хабаровске закончила самый дальний выездной вояж. Позади уже остались Новокузнецк, Новосибирск и Владивосток. Конечным соперником автозаводства в дальневосточном турне выступил Амур. Уже через 1 минуту и 8 секунд после стартового вбрасывания Сергей Костицын с подачи Карла Клинберга открыл счет в этой встрече. Образцово-показательная комбинация получилась, не иначе. Хозяева восстановили статус-кво под занавес первого периода. За 2 минуты и 11 секунд до перерыва Максим Веревкин решился на бросок от синей линии. Траекторию шайбы подправил Даниил Файзулин и Проскуряков в данном моменте оказался бессилен 1-1. Второй период голами не порадовал и потому вопрос о победителе пришлось отложить на заключительную 20-минутку. Ну а там уже солировали исключительно гости. Сначала на 59-й минуте Денис Шураков пополнил свою голевую копилку. Великолепной индивидуальной игрой триумфатор Кубка Харламова забил вторую шайбу в составе мастеров. Как он это сделал! Уму непостижимо! Браво, Денис! Высочайшее индивидуальное мастерство! И какая смекалка в большинстве! В том моменте торпедовцы играли при численном преимуществе, а вот Карлу Клинбергу уже через 64 секунды лишнего полевого не понадобилось. Шведский легионер разобрался с голкипером Амура при игре 5 на 5. Он буквально прошил сетку ворот хабаровчан. И эта шайба в итоге стала победной точкой в походе на восток. Торпеда везет с этого непростого выезда. 8 очков из 12 возможных. Напомним, единственной полноценной осечкой стала игра в Новосибирске. Там автозаводцы уступили местной Сибири 1-4. Плюс в Новокузнецке пришлось ограничиться только двумя очками. Судьба матча против Металурга решилась тогда лишь в дополнительном периоде. Тем не менее, команде Петереса Скудры за этот выезд можно поставить твердую четверку. Теперь ждем торпеда на льду Нагорного. Там, в среду, 28 октября, игрой против Салавата Юлаева будет дан старт шестиматчевой домашней серии.